Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Восемнадцать дней. Смотрите в выпуске. О специальной информационной акции судебных приставов узнали слушатели Авторадио. В третьем окончательном чтении региональный парламент одобрил проекты областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года. Так, доходы казны области на 2022 год утверждены в размере 15,8 миллиарда рублей. Расходы 15,7 миллиарда. Профицит составит 179 миллионов рублей. В 2023-м доходы прогнозируются в объеме 15,4 миллиарда рублей. Расходы 15,2 миллиарда. Профицит 211 миллионов. В 2024-м доходы 16 миллиардов. Расходы 15,8. Профицит должен составить 298 миллионов рублей. Основная направленность бюджета, конечно, это социальная сфера, основные расходы это образование, социальная защита, здравоохранение, экономика. В том числе, конечно же, дополнительные денежные средства по вопросам развития, они будут поступать дополнительно по федеральным целевым программам. Вся история развития области связана именно с программными продуктами, с федеральными целевыми программами. Поэтому на сегодняшний день социальная сфера закрыта по бюджету. Дальше вместе с правительством будем работать. Проектом закона о бюджете территориального ФОМС общая сумма доходов в 2022 году составит более 3,5 миллиардов рублей, что почти на 202 миллиона выше, чем в 2021 году. Расходы соответствуют доходам. Ольга Киселева, Кирилл Богаченко, Новости 21. Помочь нельзя оставить. Благотворительный проект по поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вновь запустили в Биробиджане. Бесплатное горячее питание предоставляют на территории областного центра. Его реализацией занимается мэрия города совместно с комплексным центром социального обслуживания ЕАО при поддержке местных предпринимателей. Люди подходят и мы кормим их. Даем горячее питание. Первое – суп, обязательно второе. И либо компот, либо морсик. Сегодня вот суп очень горяченький, каша гречневая и компот. Реализуется проект с 2016 года в холодное время. Пункт приема пищи работает один раз в неделю каждый понедельник с 15.00 возле церкви Николая Чудотворца. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Новый год близко! А в Самбери сказочные цены! Разделанный неочищенный кальмартушка 159,99 за килограмм с 7 по 31 декабря. Больше скидок в инстаграмме Самбери ДВ. Самбери готовы к празднику! Мы переехали, а скидки остались. Салон «Леди Шарм» встречает своих гостей теперь по новому адресу. Вас ждут новогодние скидки, множество праздничных нарядов, повседневная одежда, свадебное платье и аксессуары. Время принарядиться! «Леди Шарм» Шалом Олейхима 12. Дом с ольвами. Хочешь новый телефон или смарт-часы? Сделай заказ от 7000 в Андромеде или оптики-сервис до 25 декабря. Получи шанс выиграть сертификат на 30 тысяч рублей. Встречай Новый год с оптикой-сервис. Телефон 70190. Чтобы сбылось заветное желание, нужен красный браслет с золотом. От салона «Золотая Русь». Он ваш, если вы сделаете фото у домашней елки и выставите в Инстаграм. Увидимся 27-го в прямом эфире. Организации для работы в сфере строительства требуется главный бухгалтер по работе с НДС и водитель с опытом работы на манипуляторе 5 тонн. Зарплата достойная. Телефон 839-175-55-53. Диваны «Оскона». Функциональность, качество, комфорт. Универсальные для современных интерьеров. Разнообразие механизмов. Широкий выбор тканей и расцветок. Уникальных для каждого покупателя. Отлично подходят для ежедневного сна. Эксклюзивно в «Оскона». Шалам Алейхима 72. Гигант. Третий этаж. Сэкономьте на оплате за электроэнергию. Откажитесь от бумажных квитанций по ОДЭК. Каждому сотому клиенту, оформившему анкету на сайте ДЭК, будет зачислено по 1000 рублей на лицевой счет. Организатор по ОДЭК. Сроки, порядок, место, получение подарков и их количество можно узнать и на сайте dvek.ru. Комсомольский на Амуре авиационный завод приглашает на работу жителей Яо. Собеседование пройдет в Биробиджане 20, 21 и 22 декабря. Рассматриваются кандидатуры на рабочие и инженерные вакансии. Можно записаться на обучение с последующим трудоустройством. Ждем вас 20, 21 и 22 декабря с 10 утра по адресу город Биробиджан, улица Шалам-Алейхима, 8А, 2 этаж. Запись по телефону 8-900-14-179-78-40. Новый год близко! А в Санбери кукуруза и горошек Бандюэль по 49,99 за баночку. А сыр российский от Киприна со скидкой 35% 499,99 за килограмм. Больше скидок в инстаграме Санбери ДВ. Оградить себя и своих близких поможет магазин Норд. Широкий выбор любых дезинфицирующих средств. Моющие средства для профилактики и дезинфекции. Салфетки, мыло. Проверено, сертифицировано. Норд. Шалам-Алейхима, 44. Внимание жителей поселка Николаевка! Только один день, 14 декабря. Бесплатная диагностика слуха и подбор слуховых аппаратов. Запишитесь 8 800 4 пятерки 078. 8 800 4 пятерки 078. Главную новогоднюю елку Биробиджана начали монтировать на площади имени Ленина. За несколько дней до этого территорию расчистили от снега, который в большом количестве выпал в ходе недавнего циклона. Специалисты начали со сборки каркаса, закончить которую планируют в течение двух-трех дней. После этого нужно будет покрыть конструкцию ветками и украсить праздничными иллюминациями. Все работы должны быть завершены к концу текущей недели. Напомним, искусственное 25-метровое дерево устанавливают в Биробиджане уже третий год. Также на площади возведут две деревянные горки и украсят общественное пространство. Всего в Биробиджане в этом году будут работать две праздничные площадки на площади имени Ленина и у городского дворца культуры. От строительства новогоднего городка в парке культуры и отдыха пришлось отказаться, так как там продолжаются работы по реконструкции территории. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. О том, как достоверно узнать о своих долгах, с удобством и безопасностью их оплатить, говорили сегодня на Авторадио. Начальник отдела координации деятельности отделов судебных приставов ЯО Залина Лузан рассказала о специальной информационной акции «Узнай о своих долгах», которую Федеральная служба судебных приставов запустила 13 декабря. Вплоть до 24 декабря в области будут работать мобильные пункты судебных приставов. Также можно обратиться в отдел по координации деятельности отделов судебных приставов Еврейской автономной области. Это отдел, он находится в городе Биробиджан. Номер телефона 9-54-62. Здесь также мы окажем содействие, подскажем, в какое подразделение судебных приставов необходимо обратиться, в какой судебный пристав исполнитель ведет ваше исполнительное производство, подскажем контактные номера телефонов. Также можем оказать содействие в решении каких-либо других вопросов. Естественно, жители ЯО могут сами, задавшись вопросом, а нет ли у меня долгов, найти на него ответ, зайдя в поиск на официальном сайте УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Банк данных исполнительных производств, который указан на сайте, он позволяет проверить задолженность как физическим лицам, так и юридическим. Примечательно то, что нет необходимости вводить ни паспортные данные, ни ИНН. Достаточно для должника физического лица указать фамилию, имя, дату рождения. Для должника юридического лица наименование организации. Кроме того, служба судебных приставов, чтобы предоставить должникам максимум возможности расплатиться по исполнительным производствам, предлагает использовать официальные сервисы, мобильное приложение ФССП России и личный кабинет на едином портале государственных услуг. Также на портале доступен широкий набор услуг для участников исполнительного производства. Там сейчас реализован новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям подавать заявления, жалобы, отводы, ходатайства, объяснения в службу судебных приставов в электронном виде. Это доступно для физических и юридических лиц. Гость о студии отметила, что люди все активнее пользуются упомянутыми сервисами. Только за 11 месяцев текущего года к банку данных исполнительных производств обратились более 400 тысяч человек. Ну а в наступающий год по известной традиции лучше войти без долгов. И Управление ФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО призывает не дожидаться принудительного исполнения, а расплатиться вовремя. Подробнее, как это сделать с надежными сервисами, полной записи эфира с Золиной Лузан на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин. Новости 21. Новости 21. Новости 21. Новости 21. Для меня ВИЧ это было что-то далекое. Я до сих пор не верю, что это случилось со мной. Было очень страшно. Переживала. Как я скажу своим родителям, что скажут мои друзья, решила пойти в центр. Мне прописали лечение. Уже три года я лечусь. ВИЧ не приговор. С ним живут. Так, сейчас прямо, потом налево. Отвлекаешься за рулем? Вот, посмотрите. Вот сюда. Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Фирма «Спринт» осуществляет ремонт смартфонов, планшетов, ноутбуков, ремонт и модернизацию компьютеров. Скупаем неисправные телефоны, планшеты, ноутбуки. Заправка картриджей струйные от 50 рублей, лазерные от 300 рублей. Каждая шестая заправка бесплатна. «Спринт» – новый компьютер. Улица Шелом-Алехима, 37, телефон 2-39-69. В магазине «Текстиль-люкс» широкий ассортимент тканей. Сатин, поплин, бязь, фланель, ситец, камуфляжная ткань, синтепон, наполнитель. Комплекты постельного белья, подушки, одеяла, махровые простыни, пледы, покрывала. Пошив постельного белья по индивидуальным размерам. Швейная фурнитура, мулиная канва. Магазин «Текстиль-люкс», улица Комсомольская, 21. Охранной организацией «Альфа-Заслон» требуются охранники с 4 по 6 разряд в командировке. Зарплата от 54 до 58 тысяч рублей. Своевременно доставка и проживание за счет организации. Обращаться по телефону 8-914-178-3869. Наш инстаграм – reabir.ru Реамаркет. Актуальная и полезная информация. Телефон 7-10-65. Уважаемые друзья, здравствуйте. Сегодня о том, как воспользоваться возможностями специальной информационной акции, которая стартовала в Федеральной службе судебных приставов, в рамках которой граждане могут бесплатно, достоверно и надежно разобраться со своими долгами, нам расскажет наша гостья в студии НТК-21, начальник отдела координации деятельности отделов судебных приставов Еврейской автономной области Залина Лузан. Залина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте об акции немножко поподробнее. Что это за акция, каковы правила, условия, для чего, для кого? Да, действительно. Сейчас с управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю Еврейской автономной области организована информационная акция «Узная о своих долгах». Акция проходит с 13 по 24 декабря. В этот период мобильные пункты судебных приставов будут организованы на всей территории Хабаровского края и Еврейской автономной области. Кроме этого, в случае возникновения каких-либо вопросов, граждане всегда могут обратиться в Центр информирования граждан управления по номеру телефона 39 96 31, код Хабаровска 42 12. Также могут обратиться в отдел по координации деятельности отделов судебных приставов Еврейской автономной области. Отдел находится в городе Биробиджан по адресу Трансформаторная 1Д, номер телефона 9 54 62. Мы также здесь можем проконсультировать по вопросу, в каком отделении находится исполнительное производство, кто судебный пристав, указать контактные телефоны. Также сможем оказать содействие в решении каких-либо других вопросов, которые возникают у граждан. А мобильные пункты, вы упомянули, это что имеется в виду? Да, мобильные пункты, они расположены во всех отделениях судебных приставов, а также во многофункциональных центрах. Поэтому, пожалуйста, можно обращаться для решения каких-либо проблем. Хотел бы еще уточнить, а в районах как будет? В районах также в отделение судебных приставов непосредственно нужно обращаться. Либо звонить по телефону в управление, который указан был, либо в отдел по координации деятельности отделов судебных приставов Еврейской автономной области. Ну, в чем наверняка все граждане могут быть убеждены, это если приходишь на трансформаторную в управление, то тоже все проблемы, все вопросы рассматриваются, решаются. Конечно, конечно, да. Граждане всегда могут обретиться, и мы никогда не откажем, всегда поможем. При моем встрече воочию со специалистами? Да, да, да. Либо при личной встрече, либо по телефону. Помимо личной встречи наверняка, конечно, есть цифровые возможности. Вот как, например, можно проверить свой актуальный статус на данный момент, должник, не должник. Жители Хабаровского края и Еврейской автономной области всегда могут проверить информацию о наличии задолженности на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Достаточно иметь лишь доступ в интернет. Банк данных исполнительных производств позволяет должникам, как физическим, так и юридическим лицам, узнать о наличии задолженности. Примечательно, что нет необходимости сейчас вводить ни ННН, ни паспортные данные. Достаточно для физического лица указать фамилию и имя, дату рождения. Для юридического лица наименование организации. Все это очень упрощает процедуру поиска. Также службой судебных приставов разработано приложение. Банк данных исполнительных производств. Его достаточно легко установить. Оно доступно для всех мобильных устройств. В магазине приложений необходимо набрать в поисковой строке ФССП и установить приложение. Приложение позволяет не только узнать об имеющейся задолженности, но также позволяет подписаться на уведомления о возбуждении исполнительного производства. То есть, как только судебный пристав исполнитель выносит постановление о возбуждении исполнительного производства, уведомления приходят в личный кабинет пользователя. Это очень удобно. Удобно тем, что узнал сразу о возникшей проблеме и можно приступить к ее решению немедленно, не усугубляя. Конечно, конечно, да. Также сейчас на едином портале государственных и муниципальных услуг доступен сервис для должников и для граждан и бизнеса. Это приложение разработано Федеральной службой судебных приставов и Министерством финансового цифрового развития, связи и массовой коммуникации Российской Федерации. С помощью сервиса Госпочта в личный кабинет приходят уведомления электронные от судебных приставов исполнителей, а также информация об имеющейся задолженности. Через госуслуг сейчас все сервисы, в общем-то, самых ключевых структур завязаны, и это очень удобно. Это очень удобно, да. Это очень удобно на самом деле. Сведения на ваш сайт с какой регулярностью поступают? Если, например, долг погашен человеком, я знаю, в жизни такие ситуации бывают, а дело все равно там все отображается. Данные на сайте отображаются, обновляются, так скажем, ежесуточно. То есть, как только судебный пристав исполнитель выносит постановление о возбуждении исполнительного производства, данные автоматически загружаются в сервис банк данных исполнительных производств. Убираются данные оттуда, как только судебный пристав исполнитель оканчивает производство фактическим исполнением. То есть, как только сумма долга погашена в полном объеме, данные также автоматически прогружаются в сервис банк данных. Бывают такие ситуации, действительно, когда должник уверен, что он погасил задолженность, что исполнительное производство окончено, либо должно быть окончено, но он видит себя на сайте, информация отображается. Это скорее техническая проблема. Здесь нужно обращаться непосредственно в подразделение судебных приставов на исполнении, в котором находится исполнительное производство, к судебному приставу-исполнителю, который это производство ведет, и решать этот вопрос. Если вдруг не получится решить этот вопрос с подразделением судебных приставов, то всегда можно обратиться в отдел по координации деятельности отделов судебных приставов Еврейской автономной области. Номер телефона 95462, повторю, и мы также сможем помочь решить этот вопрос. Ну, если автоматика где-то немножко, как говорится, затроила, подвела, то обратить внимание соответствующего специалиста на эту проблему, и она начнет решаться. Да, конечно, конечно. У нас уже такие ситуации были, и мы помогали гражданам разрешать эти проблемы. Ну, сервисы, в общем-то, удобные, пользоваться тоже все современно, хорошо организованно. Люди прибегают к этим возможностям? Да, конечно. За 11 месяцев 2021 года сервис банк данных исполнительных производств посетили более 400 тысяч человек. Достаточно внушительная цифра. В прошлом году показатель был схож с этой цифрой. Примерно одинаковое количество людей посещают сервис банк данных исполнительных производств. А мы с вами говорим о долгах, чтобы люди так самоперепроверились, как говорится. Мы в основном какие долги имеем в виду, подразумеваем? Какие у граждан чаще всего возникают? Любые долги. Это могут быть и кредиты, это может быть задолженность за коммунальные услуги, алименты, ущербы, налоги. Любая задолженность. Любая задолженность. Любая просто штраф, любая задолженность в пользу физического лица, в пользу юридического лица. Любая задолженность отображается на сайте. Как только возбуждено исполнительное производство, это может быть госпошлина, что угодно. Это все отображается на сайте и сразу можно узнать информацию и принять меры по своевременному погашению долга. А если своевременное погашение не состоялось, то против человека могут и санкции начаться. Да, у нас существует такая, так скажем, штрафная санкция, как исполнительский сбор. Если должник не исполняет требования, содержащиеся в исполнительном документе в срок, установленный для добровольного исполнения, то взымается исполнительский сбор. 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей. Ну и там знаменитое ограничение на вылет. Ограничение на выезд, конечно, да. Если должник длительное время не исполняет решение суда, то может быть ограничено право выезда за пределы Российской Федерации. В преддверии Нового года рекомендую гражданам проверять себя на наличие задолженности, чтобы не было неприятных моментов. Да, лучше перепровериться, посетить сайты, пробить себя по имени, по фамилии и посмотреть, в общем, это. Другие заявления, любые обращения, вот вашу службу можно также подавать в цифровом виде, дистанционно. Сейчас на едином портале государственных и муниципальных услуг существует сервис для должников и для взыскателей. Он позволяет подать заявления в электронном виде в службу судебных приставов. Ходотайство, отводы, жалобы, объяснения. Все это в электронном виде. Сейчас это очень удобно. Сервис доступен как для физических, так и для юридических лиц. Должники могут заявить об оплате задолженности, могут вернуть излишне взысканные денежные средства, могут направить уведомления судебному приставу исполнителю о уважительных причинах неисполнения решения суда. Зыскатели также, в свою очередь, могут ходатайствовать о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации, могут сообщить судебному приставу о наличии у должника какого-либо имущества, на котором может быть наложен арест. Также могут ознакомливаться с своевременным взысканием денежных средств должника. Практически на все случаи жизни цифровая услуга предусмотрена. А оплатить долг можно? Оплатить, да, конечно. Мы рекомендуем все-таки оплачивать задолженность. Если человек узнал о наличии у него задолженности и хочет ее оплатить, нужно использовать все-таки официальные источники проверенные. Это банк данных исполнительных производств и приложение ФССП. Насколько я припоминаю, в сети интернет встречаются такие услуги и не от сайтов службы приставов, а какие-то вообще посторонние, которые предлагают такие же услуги. Как правильно реагировать на эти предложения? Да, действительно, сейчас достаточно много непроверенных источников. Разные сайты, люди их посещают. Они могут взимать денежные средства за посещение, люди могут переводить денежные средства по непроверенным источникам. Это все небезопасно, поэтому мы рекомендуем все-таки только на официальном сайте, только через приложение. Это бесплатно, быстро и безопасно. Ну, когда есть такие прямые пути, зачем искать посредников? Конечно. Для услуг, и каких-то комиссий там. Да. Понятно. Ну, в общем, исчерпывающее. Единственное, что давайте, пожалуйста, напомним еще раз номера телефонов, по которым граждане могут обратиться со своими вопросами, куда прийти и как воспользоваться условиями акции, которые вы объявили. Это Центр информирования граждан в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Номер телефона 39 96 31, код Хабаровска 42 12. И отдел по координации деятельности делов судебных приставов в Еврейской автономной области. Находится он в городе Биробиджан, у улицы Трансформаторная 1D. Номер телефона 954 62. Залина, спасибо вам большое за эту достоверную информацию. Пусть наши граждане проблемы с долгами решатся до наступления Нового года. Новости ОБИЗНЕССКИЙ ПОЗБОНИК Здравствуйте с новостями бизнеса Вячеслав Господин. Новости ОБИЗНЕССКИЙ ПОЗБОНИК Свой первый день рождения готовится встретить мир уюта. Всего за один год магазин в Биробиджанском ЦУМе стал любимым местом жителей и гостей области. Оно и неудивительно. Любые товары от инструментов и автоаксессуаров до посуды и рыболовных снастей удобно расположились на полках. Первые шаги были самыми тяжелыми. Мы прошли вместе с вами. Прошли с вашими желаниями, с вашими негодованиями. Мы прошли и мы рады, что вы у нас есть. Мы будем рады, если вы отметите наш маленький праздник с нами. Присоединиться к празднованию очень легко. При покупке от 3000 рублей вы получаете купон и 30 декабря 2021 года в 13 часов в прямом эфире на странице инстаграм май.бир. Генератор случайных чисел выберет 10 счастливчиков, которые получат аэрофритюрницу, кольцевую лампу, сертификат на 10 тысяч рублей или главный подарок – холодильник. На самом деле собрать счастливую корзину. На 3000 проще простого. Скоро Новый год. И магазин Мир Уюта готов к волшебному празднику. Тут уже есть все для создания праздничного, снежного, теплого настроения. Если вы озадачены выбором новогоднего подарка, приходите смело в Мир Уюта. И новые идеи придут к вам сами. Мир Уюта. ЦУМ. Третий этаж. Потеря слуха – это ситуация, с которой может столкнуться каждый. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире более 400 миллионов слабослышащих людей. И их число только растет. Причинами снижения слуха в основном является возраст, работа в шуме, наследственность также, а в последнее время – воздействие коронавирусной инфекции. Современные цифровые слуховые аппараты – это основной инструмент слухопротезирования. С их помощью слабослышащий человек снова может слышать мир и уверенно общаться. Мы действительно можем подобрать под все индивидуальные потребности каждого человека. Мы рассматриваем образ жизни его, мы рассматриваем, как давно он не слышит. Исходя из этого, мы уже предлагаем то решение, которое действительно ему нужно. Мы представляем лучшие представители слухопротезирования. Последние инновации слухопротезирования представлены у нас. Новое отделение специалистов по слуху «Аудионика» открылось в Биробиджане по адресу улица Комсомольская, 1. Запись на бесплатную консультацию по номеру телефона 74040. Комсомольский на Амуре авиационный завод имени Юрия Алексеевича Гагарина является одним из ведущих предприятий оборонного комплекса России. Сегодня он занимает передовые позиции не только в российской, но и в мировой авиационной промышленности. Комсомольский на Амуре авиационный завод – филиал компании «Сухой». В настоящее время компания «Сухой» – крупнейший авиационный холдинг по разработке, производству и обслуживанию самолетов семейства «Су». На заводах «Сухой» применяются только передовые технологии проектирования и высокие стандарты организации труда. Используются принципы бережливого производства. Работа в компании «Сухой» – это возможность для развития, наращивания профессиональных компетенций, получения новых навыков и карьерного роста. Вы можете стать частью команды и присоединиться к созданию авиастроения нашей страны. Новый год близко! А в «Самбери» скидки на продукцию собственного производства. Куриный рулет с грибами – 39,99, а по «Строма» по-домашнему – 51,99 за 100 граммов. Больше скидок в инстаграме «Самбери ДВ». Какая же радость! Это ваша ДВ-реальная рыбка. ДВ-реал. Любимое блюдо к новогоднему столу. Вашему телефону будет комфортно везде, если вы клиент «Броноскинс». «Броноскинс» в торговом центре «Великан». Настоящая броня для вашего гаджета и никаких царапин. База строительных материалов на «Школьной-11». Все виды утеплителей. Пенопласт, экструдированный пенополистирол, базальтовый утеплитель. Реальное тепло. В связи с закрытием в торговом центре «Мегаполис», первый этаж, бутик номер 3, салон мужской одежды «Эстет» проводит распродажу товара со скидкой 30-50% на весь ассортимент. Наш инстаграм – «Эстет», нижнее подчеркивание, «Бир». Какая же радость! Это ваша ДВ-реальная рыбка. ДВ-реал. Любимое блюдо к новогоднему столу. АО «Теплоозерский цементный завод» примет на работу водителя автобуса «ПАС-3205». Заработная плата от 38 до 48 тысяч рублей. Водителя автосамосвала от 46 до 57 тысяч рублей. Водителя-погрузчика от 46 до 58 тысяч рублей. Телефон 8-924-644-67-80. Зима будет теплой с термобельем от русского размера. Анатомический крой подарит свободу движения, а натуральные материалы и современные технологии сохранят тепло в холодные дни. Русский размер. Шаламалихима 12. 10 подарков в свой первый день рождения. Мир уюта. Покупай и участвуй. Холодильник, аудиосистема и другие нужные подарки победителям и перед случаем 30 декабря в прямом эфире. Мир уюта. Празднуй с нами. Успеть к Новому году? Сделать ремонт. Думаешь, чудес не бывает? Скорее в стройку. Берем все самое необходимое. Творим волшебство. Создаем все задуманное. И наслаждаемся результатом. Простые чудеса с магазином «Стройка». Когда нужен диван для больших компаний, для уютных вечеров, для самых сладких снов, для серьезных решений, купи для дома. Когда нужен диван? Какая же радость! Это ваша ДВ-реальная рыбка. Ммм. ДВ-реал. Любимое блюдо к новогоднему столу.